Ребята, если вам нравится Pixelmon, то не забываем поставить лайк. Если вы не знали, но лайки дают большую мотивацию для записи еще одной новой серии. Плюс к тому, вы сможете попасть в музей подписчиков не только если будете активно оставлять комментарии под видео, но также если будете активно ставить лайки под каждым новым видео. Еще один большой плюс то, что если серия, которая вышла утром, набирает 500 лайков, то еще одна новая серия, то есть получается 2 серии за один день, выйдет чуть позже, а точнее вечером. Поэтому выход новой серии зависит полностью от вас. Я надеюсь, вы меня поняли и надеюсь, что вы запилите очень большой палец вверх за новую серию. За то, чтобы попасть в музей подписчиков и за то, чтобы еще одна новая серия вышла сегодня. Всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon и добро пожаловать в пятый сезон, в 22 серию. Да. А сейчас, если нам повезет, а может даже повезет, и может мы даже сейчас прокачаем Лапроса. Давайте посмотрим. Потому что нам нужно прокачать еще один уровень Лапросу. Как только мы его прокачаем, то... Так, главное, чтобы нас не убили еще. Твою мать. Ладно. Лапросу нам нужен один уровень. Так. Один уровень, и мы его... О, Томшайни! Я только сейчас заметил. Ну давай быстренько, а то мы еще и убежать не можем. Ооо. Это сейчас долго будет. Хотя... Еще один поливирл. Все, Лапрос 35 класс. Мы его уже можем выкладывать в компьютер и... Брать. А кого мы можем взять на место Лапроса? Так, это кто там? Шакл. Давайте вылечим, потому что если мы еще домой пойдем, вылечимся, то... Еще и пропадет вот этот Шакл. Он, походу, и так, и так пропадет, но... Быстренько, 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 как-ка-ка. Так. Я вообще не вижу, что там на... Что-то никак. Ребят, вы что-то видите? Я здесь, честно, нет. Ну, сейчас посмотрим, куда мы накопаем, куда мы докопаем. Я прошу прощения, ребят, но я честно сам не вижу. Во! Другое дело. Шакл, пожалуйста, не пропадай. Я тебя имею желание словить, если честно. Да у нас и... И хватит и покеболов, чтобы тебя словить. Только он, походу, видите, куда-то уже ушел, что... О! Я тебя вижу, чудила. Я тебе чудила заметил. Иди-ка ты сюда, это ты. Да, это ты. Не пропадай, пожалуйста. И в лаву нас тоже не толкай. Ху. По идее, левел-бул должен его словить. И плюс к тому, если мы еще его словим, то нормально. У нас будет еще один покемон, которого мы сможем добавить в музей. Класс, мы его словили, ребята. Поздравляю с еще одним шайном покемоном. Так, 240, 75, 200. Вот так. Так, еще что я хотел сказать. Ребят, я прошу прощения... Так, давайте здесь посмотрим. Дактрио нет. Я прошу прощения за то, что сегодня только вышла одна серия. И то, что первая серия не вышла утром. Потому что, ну, были на то причины, в принципе. Я не мог выложить серию... А почему я сюда пришел? Я не мог выложить серию утром. Но, в принципе, из-за того, что сегодня вышла только одна серия. Ну, да ладно. Лапроса мы можем уже ставить в компьютер. О, шакл синенький. Дайте, я только посмотрю. Там синенький, а смотрите. А тут красненький. То есть... Они поленились, походу, ему поменять текстуру. Вот тут в баре покемонов, вот тут слева. Он выглядит синим. А когда кидаешь, он выглядит красным. Ну, может забыли, а может и не забыли. Ладно, ребята, все, мы выложили. Лапроса давайте на его место возьмем. Давайте... Я не знаю, кого. Давайте галета, может. Так. Там у нас... Та-там-бу-там-там-тарап-та-та-та-там. Диглет и Дактрио. Классный спаун покемонов. Ух, точно. У нас же куча железа есть. Так. Это сюда. И вот это вот сюда, да? Да. Все. Мы можем идти. Ну, покемоны я потом поставлю. Ну, в принципе, потом, да? А сейчас давайте куда-то полетим. Куда я хотел полететь? И чтобы нам найти. Я хочу Дратини. Дратини. Да, я, в принципе, больше не знаю, у кого. Давайте сначала полетим. Так. Ребята, ща... Я лучше сразу убавлю еще звук. А то это громко. В какую бы... О, давайте в тупо летим. Ребята. Все больше и больше набирается людей в блокноте. Поэтому я не могу добавлять всех сразу. Смотрите, мы ловим максимум по одного, по двух покемонов в серию. Даже если мы с ловим пять покемонов, то я в блокнот добавлю пять покемонов. За одну серию. Ну, в музей добавлю пять покемонов за одну серию. А в блокноте там тридцать, сорок и еще... Сорок еще и больше людей. То есть я за одну серию никак не смогу всех добавить. Поэтому, ребят, я прошу прощения, но... Много людей хотят попасть в музей, но... Места, как говорится, на всех не хватит. И плюс к тому, у нас еще нету даже достаточно покемонов для того, чтобы... Опа. А у нас нету еще и достаточно покемонов для того, чтобы добавлять всех. Поэтому нам нужно ловить. И как только мы будем кого-то ловить, да, то я буду сразу добавлять покемонов в музей. И сразу на его место добавлять имя... Человека, да. Ну, просто есть такие люди, знаете, уже в последнее время... Появились... Так, это у нас там кто? Арон опять под землей. Появились несколько новых типов людей. Которые только начали комментировать. То есть оставили один-два комментария, да, и уже начинают писать в комментариях. То есть... Эй, Десан, я уже оставил хреновую кучу комментариев, а ты меня еще до сих пор не добавляешь в музей. А когда я по статистике смотрю, сколько они оставили комментариев, они оставили два-три комментария. И меня просто, я не знаю, то ли раздражение меня берет, или то ли удивление. То, что люди, которые пишут по 30 комментариев, еще до сих пор не попали в музей, потому что нету места. А те люди, которые оставили два-три комментария, уже начинают писать, что вот, почему ты меня не добавляешь в музей. Я уже много комментировал. И это, если честно, немного глупо. А второй тип людей... О, Шайни. Ща. Это кто у нас? Диглет. Ну, я не знаю. Давайте попробуем хотя бы. А второй тип людей, знаете, которые прям, ну, никак не могут, никак не могут потерпеть. То есть, они прокомментировали один-два раза, ну, в принципе, даже, может, не один-два раза, может, и больше прокомментировали. Но я им уже не знаю, сколько раз писал. Ребята, тут очередь, большая очередь есть. Ну, подождите вы немного, пока мы слоим новых покемонов, пока мы добавим всех покемонов в музей и дождитесь своей очереди. И потом, когда наступит ваша очередь, вы добавитесь в музей, то есть, я вас добавлю. Но они уже, знаете, доходят до того, что они спрашивают. А есть я в музей, нету ли я в музей? Все, мне уже надоело комментировать, уже нету терпения. Все, если ты меня не добавишь в музей, я тебе буду ставить дизлайки. Давай, добавляй меня быстро в музей, я уже много комментирую. Ну, давай, добавляй. И вот такая фигня. Я им уже каждый раз под комментарием пишу, что... Если ты много комментируешь, и ты сам это знаешь без всяких... Вот эти, как можно сказать... Без всяких хитростей, то есть, что хочешь обмануть, что мало комментируешь, но пишешь, что много комментируешь. Если ты действительно много комментируешь, и ты об этом знаешь, то ты уже 100% должен быть в музее. В блокноте уже около 50 человек, каждый из вас может там уже оказаться, если ты много комментируешь. Поэтому, в принципе, вот так вот. Если вы много комментируете, то вы уже сами должны знать, что вы уже находитесь в блокноте. А те люди, которые будут писать, что вот, я уже много комментирую, эдисон, давай быстро меня добавляй в музей, потому что я уже прокомментировал 3 видео, и я специально таких не буду добавлять. Только, по принципу, я не буду добавлять из-за того, что я уже миллион раз им писал. Прям миллион раз я им писал, что я буду добавлять всех по очереди. Ждите своей очереди. Так, ща, главное, чтобы нас не убили. Ну, чтобы мы его не убили. Поэтому ждите своей очереди, пока ваша очередь дойдет. И тогда вы сможете попасть в музей. Не нужно писать, эдисон, все, твою мать, я уже кучу видео прокомментировал, ты меня не добавляешь в музей, все, сейчас мне надоело, я уже не буду комментировать, я уже буду ставить дизлайки, все, пока. Ну, такие, это можно сказать, дети, у которых нету выдержки, которые, которые просто хотят... Которые даже не просто хотят, а которые просто обижаются на то, что им не уделили внимания и то, что их не добавили в музей из-за того, что они уже прокомментировали целых два видео. А те люди, которые комментируют под... Десять видео еще до сих пор не попали в музей, потому что нету места. Ну, короче, ребята, это зависит от вас. Хотите вы попасть в музей, вы будете активно комментировать. Если вы активно комментируете, я вам даю гарантию 100%, что если вы активно комментировали, и вы это сами знаете, то вы уже 100% находитесь в музее. Поэтому, ребята, решайте вы. Хотите ли вы комментировать или нет? Я никого не заставляю. Если вам не нужен музей, можете просто комментировать ради того, что... Ну, просто вы хотите ставить комментарий. Если хотите в музей, то просто комментируйте, и... Рано или поздно... Ну, не то, что рано или поздно, но... АСЖМ... Опа. Ну, это на лапроса можно было нормально. Ну, да ладно. Если вы активно комментируете, то вы, в принципе, сами должны знать, что вы уже 100% находитесь в музее. Если вы оставили там больше 10-15 комментариев, даже... А если 20, то ещё лучше. Если вы 20 комментариев оставили, то я уже вам могу 100% гарантировать, что вы уже точно находитесь в музее. Поэтому проще дальше продолжать комментировать, чем флудить и... И угрожать даже, и ещё что-то писать, что вот, я уже много комментирую, и ты ещё до сих пор не добавил меня в музей. Ну, короче, ребята, я сказал, потому что это накипает уже каждый раз. Опа. А вот тут у нас и павниарды будут спавниться. Павниард. Опа. Как мы удачно сюда сходили. Только нам нужно комбузскену ещё 5 уровней прокачать. О, вот ща, ребята, тут попрёт кач. Вот ща мы, ребята, тут накачаемся. Только вот эти чудики. Ух, как я по вам, дураки, заскучился. Так. А тут ещё классно, потому что ещё плюс к тому, что... О, это кто, Бишарп? Ух, я даже не знаю, сможем ли мы Бишарпа убить. Не. А Гротла? Может, да? Значит, на павниарда ещё реально быстро. Точнее, рано идти. Ну, тут ещё павниарды есть. В принципе, мы можем так прокачиваться, например, кидать комбузскена, да? И сразу менять на свамперта. А Галет там у нас уже 39 уровень. Опа, ну вот и комбузскен эволюционирует. А Галет у нас уже 39 уровень. На каком он эволюционирует? И до какого уровня нам вообще его следует качать? Потому что я даже не в курсе. Ну, ладно. Сейчас, в конце серии, мы ещё добавим несколько новых покемонов в музей. Ну, Диглет, Арон и Шакл. Блайзкик. Вылечимся. Ну и давайте попробуем, что он сможет. О, ну-ну-ну-ну, смотрите. То есть, ребята, Блазикину 3 уровня осталось и всё. И мы уже его выкладываем в компьютер. Ну, саблеи они падают. Падают алмазы, но там такой маленький шанс, что... Ну, ладно, давай, и тебя уже быстренько. Так. Где ты, где ты, где ты, где ты? Павниард. Ну, 21 уровень небольшой, конечно, но всё же убить можно. Так, ладно. А ты какой? 32-й, да? Ну. Ща-ща-ща, мы и тебя постараемся. Ну, смотрите. Блазикен. 32-й уровень. Ух, какой 32-й. 38-й. Ещё полтора уровня. Я не знаю, чем бы тебя ударить, но давайте с вампертом. Быстренько. И да... Ой. Да не Галет. И да не Зоруарк. Твою ж. Ну, хотя у него тоже нормальный такой урон. А почему ты, а почему он на свампера заменился? Я чё-то не понял. В чём прикол? Так, норм. Ну, может ещё в этой серии мы даже и Блазикена к 39-му прокачаем. О, он уже 39-й. Вылечим быстренько и давайте ещё потопаем. Опа, вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вижу-вижу-вижу. Так, быстренько спустимся. Ну, хотя как быстренько? Быстренько тут не спускается. И это классно, классно, классно в том, что мы и ресурсы себе добываем. Павниарды это всегда было круто. Павниарды, Бишарпы. Бишарпы. Но Бишарпов мы ещё убить не можем. Хотя, можем. А, не в бою. Ты чё на мелкого нападаешь, Бишарп? 59-й уровень напал на какого-то 20-го. А, Павниарда. Ух. Радл вряд ли его убьёт. Твою мать. Вот, норм. Ну что, давайте... Бишарп. Вот. Горные приключения какие-то нафиг. Опа. Ребят, один уровень остался Блазикену, и мы его выкладываем в компьютер. Прям-прям один. Всё. Всё, всё. 43-й шаг, он ни хрена себе. Блазикена, ребята, мы прокачали. Сейчас очередь у нас... А, кого у нас очередь? Если мы выложим Блазикена, то тогда или Тепига, или Чармандера. Ну, да, в принципе, там разницы, как-то, знаете, нету, кого брать. Ну, в принципе, есть разница, но... И так, и так, нужно будет всех прокачивать, поэтому возьмём, наверное, первого. Возьмём, наверное, первого, это Чармандера, мне так кажется. Да и Градлу ещё 10 уровней прокачивает, это не так уж и мало. Не, ну тут на Павниардах, конечно, это быстро будет, если мы будем кидать и менять нас вампирта, но... Нужно запомнить это место для дальнейшей прокачки. Опа, 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 опа. И Градл эволюционирует на 32 уровне. Походу, мы его даже не будем прокачивать к 40 уровню. Мы его, наверное, даже прокачаем к 35 уровню и уже выложим в компьютер, мне так кажется. То есть, смотрите, ребята, мы ещё пойдём в музей. Сейчас я нажму на паузу, чтобы сэкономить время. Мы пойдём в музей, добавим Диглета, Аарона, Тортеру, ну ещё... О, Эртвитник, на себе. Так, ладно, короче, идём домой. Нет, сейчас, сначала. Тут нужно поставить точку. И побежали, точнее, полетели. О, нифига себе, штаны. Я не знаю, нужны ли нам штаны, ну да ладно. Так, вот тут быстренько ставим Тортеру. Тортера. Ух, давайте, может, ещё немного меньше поставим. Так, у нас идёт первый в списке, в блокноте, кто сейчас первый, приключение Амита. Но я поставлю просто Амита, потому что если будет приключение Амита, будет как-то глупо смотреться, согласись. Так, дальше. Так, сюда давайте поставим Аарона. Быстренько. Да, сейчас. Аарон. Вот. У нас идёт Белка-Скрет. Допустим. Белка-Скрет. Скрет. Скрет. Так, ну что, ещё шакла поставите Диглета, и у нас уже места, ребята, нету. Давайте Диглета поставим, то есть Диг... 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 Летты... Вот так, и вот тут. Диглеты. Вот так. Кто у нас там идёт по очереди? Ам... Сильвер-Стракс. Так. Сильвер-Стракс. Так, его мы удаляем. И дальше... Терм-Аром. Давайте. Ой. Терм-Аром. Пускай будет вот так. Отлично. Ещё сейчас тут поменяем имена. Вот с этого Шура. Шура-Щи-Щи-Ря-Е-В. Так. Вроде вот так. Да? Ам... Вот тебя ещё кого поменять? Ярик-Волк. Ярик-Волк. И кого ещё поменять? Сейчас. Смотрите на этого чудилу. Ха-а-а. Чё ты там забыл, зараза? Нет. Там наше место для фосил-покемо... Фосил-покемоны. Твою мать, а. Гребенщиков. А у меня... Гребенщиков. Гребенщик. Вот. Тут. Фосил-машина. Твой... А про это я и забыл. Ребят, честное слово. В следующей серии мы сделаем фосил-машину. Ну да ладно, ребят. Давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Я прошу прощения за то, что если вы не попали в музей, но вы должны понимать, что... Ещё куча людей, которые тут находятся. А давайте же по приколу. Знаете, что он так термором я тебе удаляю? А знаете что? Много тут людей находится. Я буду назвать первые буквы имён. А вы догадываетесь, есть кто в музее или нет. У этого человека три слова в имени. Первая буква И, потом К, потом В. Второй человек. Первая буква К, вторая К. Третий человек, первая буква Л. Ну, в первом... Я буду говорить, первая буква это в первом слове, а вторая буква это уже первая буква в втором слове. То есть первые буквы в двух словах или трёх или четырёх. Сколько зависимо там у вас есть. Да напади ты уже, паскуда, мелкая. Крутится, там крутится. Вот. Так. Третий человек. Первая буква Л, вторая Ч. Четвёртый человек. Первая буква П, вторая Н. Пятый человек, первая буква Д Вторая Б Потом еще один человек А Первая буква А, вторая П Еще один человек, первая буква П Потом английская С Еще один человек, первая буква Д, вторая О Еще один человек, первая буква С Нет, первая буква И Потом С И потом английская АГА Х типа Потом еще один человек, первая буква И, М Я не буду, ребята, уже даже говорить А еще один человек Просто когда я буду перескакивать на опять первая буква Это уже значит еще один человек Потом Первая буква К Потом С Первая буква Потом нет у него Мистер Л Первая буква М Вторая Т Ну тут Еще вот в этого человека одно слово как бы связано Ну это короче трэш первая Пускай будет Потом Первая буква К Вторая Ц Потом Первая буква Т И цифра 2 Это знаете такие загадки То есть вы можете предполагать Если вы уже ублокнуете или нет Первая буква С Вторая Ф Это первые буквы вашего имени То есть если например там Саша какой-то То я говорю первая буква С Если там какой-то Мармеладовый Саша Мармеладовый То первая буква С Вторая М Я вот так говорю Так дальше Первая буква Д Вторая А Первая буква Английская В Вторая буква английская В Потом Первая буква А И потом цифра 9 Потом первая буква Х Английская и потом еще английская Д Потом первая буква М И английская П Тут три буквы в слове Думайте у кого три буквы в слове Потом английская Ф То есть две буквы Буквы английские Английские Ф Потом первая буква Н Вторая Г Потом первая буква Ж Вторая, а нет, Женя Гребенщиков Ты уже есть у нас Женя Гребенщиков у нас уже есть в музее Потом первая буква С, вторая П Первая буква В, вторая К Первая буква Д, вторая К Первая буква Н У тебя только одно слово Ну как бы там есть еще какие-то инициалы Но все же написано Н Ну короче, первая буква Н, последняя К Потом первая буква С, английская И потом З, английская Вторая буква Первая буква С Английская и G Потом первая буква Р Последняя К, вот тут только одно слово Потом первая буква О, вторая Б Первая буква Л Английская, вторая Т К, ну английская И потом первая буква А Последняя И Короче, всех я назвал Это на данный момент, кто у нас есть в списке Это больше, чем 20 людей Если вас еще нет в списке Или вы догадались, что вас нет в списке То, в принципе, не расстраивайтесь Вы так и так сможете попасть в музей Все, что от вас требуется, это оставлять комментарии Я читаю каждый комментарий Я читаю комментарии От начала выхода серии И до конца, и до того, как выйдет еще одна новая серия То есть там какие-то Ну, какое-то время Не, как люди уже пишут, а и Одессан уже не читает комментарии Он читает комментарии первые 20 минут После того, как вышла серия и потом забивает А может кто-то типа не может Оставить комментарии, оставляет комментарии Только после 3-4 часов Когда увидит серию, ну, что вышла серия Нет, ребята, я читаю все комментарии До того времени, пока не выйдет новая серия Поэтому Все, что от вас требуется Это просто оставлять комментарии, да и все И так и так вы попадете в музей Просто, что нам нужно Это ловить больше покемонов Я буду их добавлять в музей Аммм, никого еще Шакла не добавил А там уже, в принципе, места нету Уже нужно сделать нижний этаж Амм, все, ребята На этом мы заканчиваем Не расстраивайтесь Если вы не попали в музей Вы еще сможете попасть Просто нужно ждать свои очереди И даже не то, чтобы быть терпеливым Ну, терпеливым это тоже 100% нужно быть Ну, просто то, что Если, например, человек, который Стоит сейчас на первом месте в списке Да То он первым попадет в музей То есть, вот Этот человек, на которого я сейчас смотрю Он сразу же попадет в музей После того, как мы добавим Какого-то нового покемона в музей А вот, например, сейчас у меня в списке Я смотрю на самого последнего человека Который находится То он попадет в музей Только после того, как эти все человеки Эти все люди, которые находятся перед ним Попадут в музей То он попадет только после их всех Поэтому, ребята, не расстраивайтесь Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Всем все за просмотр Всем удачи И всем Пока